Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги «Откровения на Богослово» Перевод Международного библейского общества для библейского портала «Экзегет» я читаю сейчас Эта книга построена на таком саспенсе, как модно сегодня говорить Мы замираем в ожидании Вот у нас шесть печатей сняты с книги судеб И вдруг возникает в седьмой главе такая пауза длительная В этой седьмой главе рассказывается, как люди, принадлежащие к двенадцатик коленам Израилевым И одновременно ко всем народам, нациям, языкам Стоят перед престолом, воздают хвалу ягненка, и он пасет их То есть вот среди всевозможных бедствий вдруг такой островок спокойствия, стабильности Но седьмая эта печать не снята И, наверное, когда будет снята седьмая печать, мы все узнаем Когда ягненок снял седьмую печать, на небесах на полчаса наступило молчание Я увидел семь ангелов, стоящих перед Богом, им были даны семь труп То есть снова семь, и снова ответа окончательного нет Потом подошел еще один ангел и стал рядом с жертвенником Он держал золотую кадильницу, ему было дано много фимиама, благовония для кадильницы, чтобы он принес его вместе с молитвами всех святых на золотой жертвенник, что стоит перед троном Вот символическое приношение молитв Богу Дым фимиама вместе с молитвами святых поднялся с ладони ангела к Богу Затем ангел взял кадильницу, наполнил ее огнем жертвенника Такое вот красивое, да, нечто очень благородное, изящное все Поднял кадильницу, наполнил ее огнем жертвенника и бросил на землю Тогда на земле случились громы, крики, молнии, землетрясения Вот все время обманывается наше ожидание, да, то мы видим такое нечто прекрасное А одновременно это катастрофа Почему и слово апокалипсис по-гречески откровение стало обозначать, ну, конец света, говоря по-русски, да Как это получается, что вот это торжество верующих одновременно обозначает гибель этого мира Причем гибель в страдании, в смятении, вот в громах, в молниях, в криках Пока не знаем Ну вот, семь печати — это бедствия, и семь ангелов — это новые бедствия Семь ангелов, у которых были трубы, приготовились трубить Первый ангел затрубил, и на землю пролились град и огонь, смешанные с кровью Третья часть земли сгорела, и третья часть деревьев сгорела, и вся зеленая трава сгорела Затрубил второй ангел, и нечто наподобие огромной горящей горы упало в море И третья часть моря превратилась в кровь, третья часть всего живущего в море умерла, и третья часть всех судов погибла Все время гибнет третья часть, да, то есть такая катастрофа, когда потери огромные, но не конечные, да, то есть не все погибают Вот выживают люди, вот что-то происходит, везде что-то происходит ужасное и страшное, но много выживших Затрубил третий ангел, и с неба на третью часть рек и водных источников упала горящая, как факел, великая звезда Эта звезда называется полынь, третья часть воды стала горькой, как полынь, от этой горькой воды погибло много людей Когда была чернобыльская катастрофа, то вспоминали это пророчество, потому что на одном из украинских диалектов чернобылка это полынь Да, и вот, соответственно, это что же, ну, не погибла третья часть человечества от чернобыльской катастрофы Более того, вода, ну, не сильно пострадала, там радиация распространялась, но в основном через воздух Затрубил четвертый ангел, были поражены третья часть солнца, третья часть луны и третья часть звезд Этак, простите, как? Солнце — это небесное тело, как-то от него может третья часть отвалиться, что ли, или что? Или солнце на треть стало меньше светить? Ничего не понятно Они вдруг потемнели, и третья часть дня, как и третья часть ночи, была лишена света Как это? Ну, знаете, вот в Москве, например, в зимнюю пору вообще-то иногда и целый день света нет Что это? Что описано? Потом я увидел и услышал одного орла, летящего посреди неба Он громко кричал «Горе! Горе! Горе! Горе жителям земли! От звуков труб остальных трех ангелов, которые должны протрубить!» Да, вот, и это нагнетание, нагнетание, нагнетание Мне кажется, что книга сама нам подсказывает, мы не понимаем, что это Вот это некие видения, ну, как у нас ягненок, он же лев — это Христос Как у нас сидящий на троне — это Бог, Отец Как у нас старейшины в белых одеждах с пальмовыми ветвями — это мученики христианские Да, вот так и здесь Описание каких-то явлений природы, которые явно губительны для людей Но что это? Точно мы не знаем Единственное, что мы понимаем, что конец этого мира, он не выглядит как легкая прогулка И одновременно вот это соседство такого благополучия и спокойствия этих самых мучеников, но, скорее всего, уже погибших за свою веру, которые обретают свое спасение, которые обретают покой, благополучие, которые вот оказываются в раю, грубо говоря, да, как мы это себе представим, но уже, скорее всего, после смерти А здесь на земле продолжаются кошмары, катастрофы, да? Наверное, в те времена, когда мученики действительно погибали массово и надеялись вот на этот покой после смерти, это было невероятно важно понять, что они оставляют тот мир, в котором особо ничего хорошего не ждать в будущем, да? И то, что они изымаются из этого мира, это не беда для них, это для них отдохновение, это для них покой А может быть, как два плана бытия, да, вот христиане, которые верят в Бога и у которых все на самом деле хорошо, даже среди вот этого хаоса, среди бедствий, войн, страданий, болезней, несчастья Если они с Богом, у них все хорошо Да, но у нас еще три ангела не трубили, в девятой главе протрубят Субтитры сделал DimaTorzok